Время подводить итоги. По закону, до 15 ноября белорусы должны были заплатить три имущественных налога – земельный, на недвижимость и транспортный. Деньги в казну не внесли почти 9700 бобруйчан. Общая сумма задолженности – порядка 560 тысяч рублей. За каждый день просрочки начисляются пения. Кроме того, за неуплату налогов, за неполную уплату налогов предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. В размере 15%, если сумма неуплаты совершена по неосторожности. В размере 40%, если сумма неуплаты осуществлена умышленно. Если человек категорически отказывается уплатить налог, специалисты могут пойти на крайние меры. В таком случае за дело берутся судебные исполнители. Долг высчитывается из зарплаты или пенсии, а также из других источников дохода. Плюс в списке запреты на пользование банковской картой, интернетом, автомобилем. Кроме того, в отношении должников могут применяться меры обеспечения в праве ограничения пользования услугами операторов мобильной связи, временного ограничения в праве управления механическими транспортными средствами, в праве выезда за пределы Республики Беларусь, в праве посещения горных заведений. В отношении должников, в которых место жительства не установлено, объявляется розыск. По кодексу чистой совести сотрудники отдела принудительного исполнения и ГАИ проводят рейды. Специалисты смотрят по базе, уплачен ли налог и есть ли другие задолженности перед государством. Уйти от ответственности не получится. Знали ли вы, что до 15 ноября нужно уплатить налоги? Конечно, знали. Все уже уплачено. А вообще были ли у вас когда-то задолженности? Нет, никогда. Мне приходит смс, я сразу оплачиваю. Я взаймы не живу, не касается. Надо все вовремя. Любые долги надо платить вовремя. Тем более перед государством. С 2025-го в стране планируют ввести единый имущественный платёж – налог на транспорт, недвижимость и землю. Ставка на прибыль вырастет на четверть при получении доходов свыше 25 миллионов рублей. Сумма увеличится для обладателей автокласса «Люкс», с года выпуска которых прошло не более трёх лет. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.